Весной. Весной. А как это происходит? Происходит, ну, что они, это... Рожаются как у человека, ну, так же и... Понятно. Ну, на самом деле, я вот что хотел рассказать, что медведицы рожают во сне, когда они ложатся в берлогу, и пока они спят, у них рождаются вот эти медвежата. Причем и начинают пить ее молоко, а потом она уже просыпается, и, опа, уже, собственно, дети готовы к тому, чтобы выйти из берлоги вместе со своей мамой и идти уже искать свое первое пропитание, какую-то траву свежую, чтобы восстановить силы после долгой спячки. Кстати, у одной медведицы, как правило, медвежата могут быть от совершенно разных отцов, то есть все, там, два-три медвежонка быть от разных отцов. Вот. И на Курильском озере очень часто бывает по три и даже четыре медвежонка у одной мамы. Ну, возможно, кто-то не видел начало и только сейчас присоединился, поэтому присоединился, поэтому я еще раз покажу видео, в том числе и с медведями, которое удалось снять на Камчатке. Пока есть вопрос. А вам когда-нибудь, вы снимали когда-нибудь медведей без клетки? Без клетки мы, конечно, тоже снимали, вот, но не под водой, а просто находясь на вот той же территории кордона, много раз медведи заходили внутрь, вот, и они нас не боялись, и мы их не боялись, то есть вот та же вот эта медведица с тремя медвежатами, она часто лежала на территории кордона и кормила своих медвежат, и мы к ней подходили буквально там вплотную, там, в десяти метрах от нее стояли и спокойно снимали. И она чувствовала себя в безопасности и мы. Вот. Но только она, она вела себя там чуть-чуть агрессивно, когда приходила вот, когда видела вдалеке, что идет вот этот сотрудник Сергей Камчат-Миро, который ее все время прогонял с территории, прогонял с загородки, поэтому она еще там за пятьдесят метров его увидит, уже сразу встанет на дыбы и сделает выпад на него. Вот. И мы при этом спокойно стояли рядом и снимали. Нас она не боялась. А вот эта вот медведица, которая как-то рыбу ловила для своих трех медвежат, когда она это, прыгала, медвежата что, начинали все сразу прыгать, наглить, ломать, все? Нет, медвежата вели себя, собственно, как любые дети, они любопытные, они пытались что-нибудь погрызть, куда-нибудь залезть, но они все-таки достаточно маленькие, они особо ничего не ломали. Ломали, как правило, как раз взрослые медведи, когда туда забирались. Например, медведь подойдет к загородке внизу и увидит, что рыба с другой стороны, вот за этой сеткой, с другой стороны загородки, например, она там дохлая рыба, ее прибило течением к другой стороне. Вот. И он начинает пытаться ее оттуда достать. Вот. И начинает ковырять, все там выламывать, пока ее, наконец, не достанет. Вот. Мы иногда, иногда были ситуации, когда мы подходили к загородке, а вокруг никого не было. и мы смотрим за этим беспределом. Медведь загородку ломает. Вот. И приходилось нам там, мы специальным крюком там доставали эту рыбу, перекидывали к козанове там уже ее на другую сторону, чтобы он прекращал свой беспредел и спокойно уже забрал свою рыбу и не ломал казенное имущество. Вот. Но сейчас я покажу еще один ролик, ну, точнее, тот же ролик, который я уже показывал в первой части, но, может, кто-то присоединился, его не видел. Вот. Ну, и на этом, наверное, закончу свое выступление. Для тех, кто, опять же, только подошел, я могу сказать, что можете взять мои визитки, чтобы слезаться, можете задать какие-то еще вопросы или отправиться с нами в какое-то путешествие, потому что мы всегда с удовольствием всех берем с собой и на Камчатку, и везде по России, и на Байкал, и на другие страны мира на всякие интересные переключения, наблюдения за животными, за дикой природой, и в естественной среде, так что присоединяйтесь к нам. Пока запущу снова ролик. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok